Процесс по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и главы компании Биотек Бориса Шпигеля вышел на финишную примору. Они еще четверо предполагаемых соучастников обвиняются в получении взяток на сумму более 30 миллионов рублей. Белозерцев и Шпигель дали показания, свою вину они не признают. Дело продолжается с марта 2021 года и разбирательство проходит в закрытом режиме. Сразу после задержания Белозерцев сообщил, что получил 20 миллионов рублей от Шпигеля на его предвыборную кампанию. В обмен губернатор по версии следствия пролоббировал заключение с его фирмами выгодных фармацевтических контрактов. Но в суде Белозерцев заявил, что денег не получал, свои первоначальные показания отдавал в стрессовом состоянии. Шпигель же сообщил, что потратил деньги на раритетные книги, а не на взятку экс-губернатору. Так он рассказал о покупке за 8 миллионов рублей книги о коронации императора Александра II. Согласно материалам дела, 20 миллионов рублей Белозерцев получил в августе 2020 года от Шпигеля наличными. Для этого он отправил к нему родственника. Однако защита экс-губернатора утверждает, что вынести из дома бизнесмена 20 миллионов рублей наличности в шопере физически невозможно. Более того, по данным адвокатов, это опровергается самими оперативно-розыскными материалами. Продолжит адвокат Белозерцева Алексей Шеварин. Страна защиты обратилась к специалисту, дабы подтвердить или опровергнуть возможность перевоза вот в этой холщевой сумке того размера, который указан в материалах ОРД, суммы наличными 20 миллионов рублей. Взяли сумку такого размера, поместили в нее денежную купюру, пятитысячные пачки, весь процесс описали и сделали соответствующие фотографии. Из этих фотографий очевидно следует, что если в эту сумку положить 20 миллионов рублей, просто они оттуда будут торчать. Ехать вот с такой сумкой в общественном транспорте, наверху набитой деньгами, рисковывая такое похождение. Если посмотреть эти фотографии наружного наблюдения, там объективно видно, что эта сумка не набита. Мы даже походаствовали перед судом о проведении следственных экспериментов. Нам суд, конечно, отказал. Следствие утверждает, что Шпигель передал Федоту. Федот в этот момент приехал, забрал, а потом передал. Причем, когда передал, кому передал и где передал, у следствия тоже нет. В то время, как интересно, у нас Борис Исааки Шпигель в своих показаниях сказал, что Федота я не знал. Вот он ко мне один раз приехал, мы поговорили буквально пять минут о земляхе, я ему вообще ничего не давал. Мы готовимся сейчас к премиям, будем просить оправдать, потому что, на наш взгляд, в ходе судебного следствия достаточно добыт был доказательств, опровергающие версию обвинения о получении этих денег. Вторая сторона медали тоже не менее важная. За что? Наша сторона обвинения полагает, что он осуществлял покровительство, и в результате этого фармация подключала многочисленные контракты на большие суммы. Мы допросили человек, наверное, 10-15 из здравоохранения. Кто абсолютно не сказал, что Белозьерцев каким-либо образом то ли давал указания, то ли поручение оказывать покровительство или содействие фармации. Более того, люди, которые проводили аукционы и конкурсы электронные, они вообще смехаются над этой ситуацией. Мы же на электронной площадке размещаем. Как мы создадим условия для того, чтобы фармация выиграла? Все специалисты, которые были допрошены в этой части, они говорят, что человеческий фактор там вообще исключен. Мы даже не видим там, кто заявки-то подает. Все, опять же, сотрудники больницы и Минздрава говорят, слушайте, вы о чем говорите? Тогда был ковид. Лекарств вообще катастрофически не хватало. И покупали эти лекарства у первостречного, у кого они вообще есть в наличии. Все участники дела арестованы. В зависимости от роли им предъявили обвинение в даче взятки, получении взятки и посредничестве во взяточничестве. Ожидается, что приговоры гласят до конца года.